Каракалпакстан Узбеки, карлуки И, собственно говоря, исторически и ментально они ближе к своим северным собратьям Но здесь проблема, конечно, в другом Узбеки являются братьями, это большое тюркско-исламское поле Но так повелось, так уж сложилось, что Каракалпаков, советская власть, а до этого российская имперская власть Всячески пыталась втиснуть в какие-то рамки То они входили в состав Кыргызской, Казахской, Серхивинского, Ханства, Харемская, Хорезмская То им дали статус автономии внутри РСФСР То уже с крушением Советского Союза они вошли в состав Узбекистана, но на правах самостоятельного независимого государства И между ними был подписан специальный меморандум, договор на 20 лет Что Каракалпаки, Каракалпакстан, большая территория, которая занимает до 40% территории всего Узбекистана Входят вот как самостоятельный субъект Это очень важно, но при режиме Ислама Каримова, который подавлял любую инаковость, любую альтернативу Оппозицию, гражданскую, политическую, исландскую оппозицию, конечно, задавил любые независимые СМИ Или те, кто претендовал на такой статус Ну и все это привело, в общем, к достаточно печальным последствиям Но после ухода Каримова, естественным путем после его смерти, пришел Мерзиоев в Шавкат Который, ну, чуть-чуть развинтил гайки и, по крайней мере, дал какие-то экономические, гражданские свободы Ну и, как и любой правитель Центральной Азии, он столкнулся с проблемой того, чтобы создать новую конституцию, которая бы отображала новую реальность То есть, то же самое стало после ухода Мазарбаева Когда господин Такаев вот совсем недавно провел референдум об обновленной конституции То же самое в Туркменистане Обновленная конституция впоследствии привела к транзиту власти от Гурбангулы-старшего к Гурбангулы-младшему То же самое в Кыргызстане Каждый новый президент старается произвести какую-то конституционную реформу Ну и Таджикистан, естественно, там просто ему Валер Ахмон переписывает под себя конституцию Так вот, стал вопрос, что же произошло там Почему проект обновленной конституции вызвал такие волнения в Кыргызстане? Дело в том, что среди порядка 200 поправок Там был такой нюанс, параграф О том, что кракалпаки лишаются своего вот этого статуса политического, республиканского И возможности выхода из состава государства Это очень важный момент, то есть в федеративном устройстве страны обязательно Те, кто составляет часть федеративного пространства Потому что федератио от латинского объединения То есть объединяются, они составляют вот это поль Ну как Соединенные Штаты Америки На самом деле правильнее было переводить Соединенные Государства Америки, статуы этой государства Вот они организовали вот это вот пространство Соединенные Штаты И каждый штат, в принципе, имеет возможность выйти, ну согласно их договору Примерно то же самое было и с Узбекистаном Но кто-то вот среди этих 200 поправок Подложил вот эту мину замедленного действия, по сути говоря И, конечно, кракалпаки это восприняли очень болезненно И поэтому произошли вот эти вот столкновения И всевозможные недовольства, скажем так Поэтому Мерзеев приехал в Нугус, в столицу кракалпаки И, в общем-то, лично сказал, что мы отказываемся выносить на референдум Вот эти вот статьи, которые лишают статуса кракалпакистана Но здесь есть еще несколько моментов Во-первых, конечно, многие считают, что каким-то образом там причастна Россия Вспоминают слова Жириновского, почившего Бозе О том, что кракалпаки к нему обращались якобы с просьбой помочь И самое интересное, что случилось это Аккурат после того, как Мерзеев и Такаев Подписали стратегическое соглашение о дружбе и партнерстве Я думаю, что это внутри узбекской элиты Есть группа определенная, конечно, которая сознательно подложила вот эти вот поправки Для того, чтобы создать там напряжение То есть я не хочу сказать, что есть там группа во власти Которая абсолютно такая чистая, безупречная, идеальная А есть какая-то такая темная сторона этой власти Нет, проблема в том, что, как и в любых такого рода государствах, странах правления, авторитарных Там всегда возня вот эта вот мышиная или борьба бульдогов под ковром Всегда происходит вот таким вот византийским образом И узнаем мы о каких-то решениях, вот исходя из такого рода событий Конечно, эта проблема была заложена Потому что при Каримове проблема каракалпаков не решалась К ним относились не очень хорошо Их проблемы игнорировались У них сложная экологическая ситуация Там добывают всевозможные полезные ископаемые Но проблема высохшего орала Высокий уровень болеющих раком Другими хроническими легочными заболеваниями Это все никуда не девается И, конечно, депрессивный регион экономически Хотя потенциал к развитию есть Потому что Узбекистан, сейчас мы видим, достаточно хорошо развивается Более того, отношение политически было не очень хорошее Потому что каракалпаки определились как достаточно Ну такая субъектная самостоятельная общность И, по сути говоря, нужно было закрепить эту федеративную основу Потому что любое такое большое политическое пространство Страна, государство все-таки должна учитывать интересы всех групп Не только узбеков, но и таджиков, которые там проживают И каракалпаков, конечно Потому что Узбекистан, если хочет быть сильным Он должен быть единым во всех своих вот этих вот частях Во всех своих членах Если можно так выразиться Потому что федерация это страна стран То есть когда вот эти вот части соединяются И создают некое такое единое целое Такой мощный кулак Поэтому внутри режима узбекского в Ташкенте Создалась такая прослойка Потому что понятно, что больше 200 поправок Вряд ли там Мерзюев в каждую из них вникал, я думаю Просто подсунули Потому что, ну это видно было Что он сдал назад Не потому что это его ошибка А потому что его, по сути говоря, кто-то таким образом подставил И он вынужден был оправдываться И говорить, что это какие-то внешние силы Ну это понятно Всегда такая демагогия присутствует Необходимо сказать, что это не Внутри моего аппарата действуют Какие-то силы, которые создают напряжение И некую такую интригу политическую А какие-то там мифические внешние силы И это было в Казахстане Когда власти обвинили какие-то мифические силы В событиях декабря-января прошлого и нынешнего года Я думаю, что в этом случае, конечно То, что случилось в Каракалпакастане И продолжается до сих пор Этот кризис Он разрешается только через Создание некого благоприятного фона То есть необходимо принять, видимо, какую-то программу развития региона Уделять внимание проблемам этническим Каракалпаков Язык, школы, университеты Все это нужно поддерживать обязательно Иначе вот это вот Какое-то непонимание внутри Оно будет У Каракалпаков с узбеками Хорошее отношение этническое Но вот между центральной властью И регионами это большая проблема Так же, как она и в России Хотя Россия формально является федерацией Но у республик в составе России Никих прав нет Мы не можем изучать язык У нас нет национальных школ Нас давят, прижимают Преследуют по всем фронтам Закрывают мечети Активистов сажают, преследуют и так далее То есть я думаю, что Узбекистан должен пойти совсем другим путем И создать новое политическое пространство Новую форму государственного устройства На справедливых, равноправных началах А по-другому никак Потому что мы еще входим в полосу системного кризиса И та страна, которая не будет к нему готова А мы видим страны, которые не готовы Они просто сейчас будут лететь в яму И вряд ли из нее в скором времени выберутся И те, кто не сможет Они как бы сойдут с этого шоссе истории А те, кто готов Как говорится, те Смогут войти в завтрашний день Более уверенными и сильными Смогут войти в завтрашний день